привет друзья мы снова вместе и сегодня интересная тема это метод вима хоффа и чем он отличается от энергодыхания я прочитал в комментариях люди спрашивают что вы скажете о таком человеке о таком методе как вим хофф очень многие его практикуют и я просто сейчас расскажу кардинальное отличие хотя они похожи эти практики но они сильно отличаются смотрите когда вы дышите по технике вима хоффа у вас происходит 30 циклов дыхание в минуту вот так и вы так делаете 30 раз 30 вдохов выдохов потом на выдохе делайте задержку в этот момент организм очень быстро ощелачивается и за счет этого происходит такой мощный глубокий эффект перезагрузки так как практически все люди закислены в силу своих этом силу обстоятельств жизни да то резкое щелачивание производит такой эффект расслабления релакса насыщение кислородом организма то есть смысл в том что происходит резкая смена состояния за очень короткий промежуток времени буквально за две минуты у тебя получается сместить состояние изменить резко изменить схеме в организме и получить мгновенный эффект вот в этом фишка вима хофф а у меня на канале есть практики три тайника энергии и я их еще года три назад представил публике мы там дышим примерно точно также только там 48 циклов дыхание в минуту вы так дышите и после 48 вдоха вы делаете задержку и максимальное количество времени дышите и задержки у людей доходят до там трех четырех пяти минут то есть для некоторых людей это просто какое-то волшебство потому что ты когда ты не можешь задержать дыхание на 30 секунд то тут ты задерживаешь на 4 минуты для тебя это какой-то космос но если например делать отличие от энергодыхания до сравнивать то обратите внимание мы дышим под музыку и гораздо быстрее то есть самый нижний ритм в энергодыхании начинается от 45 дыхание в минуту то есть он побольше чем у вима хоффа повыше и смысл в том что музыка это эмоциональный коридор активная фаза энергодыхания длится гораздо дольше чем 30 вдохов выдохов в минуту и получается что вы можете гораздо глубже зайти по состоянию в бессознательное вы гораздо глубже прокачиваете и проникаете в психику и это как найти как психика это как слоистый пирог и для того чтобы добраться до до нижнего слоя да там до воспоминаний с детства для какой-то глубокой терапевтической сессии для того чтобы там прожить родовую травму вам нужно дышать гораздо дольше еще использовать музыкальные композиции определенно подобранные стиле музыки потому что когда вы дышите уже так больше десяти минут тогда у вас очень глубоко смещается сознание у вас размягчается психический каркас и бессознательное отключает механизмы защиты то есть вы идете гораздо в более глубокие слои психики и соответственно там может быть могут быть образы могут быть какие-то травмы вы можете перепрожить снова какое-то травматичное событие у вас вашем теле высвечиваются да как на пленке проявляются блоки потому что при такой технике дыхания длительное учащенное дыхание у вас тело показывает какие-то области зажимы там где происходит гипоксия ткани то есть там где плохая циркуляция крови эти участки начинают не иметь вот очень многие люди приходят на занятия и у них просто в жизни в обычной жизни руки холодные вот они должны быть сухие и теплые ладошки и у многих людей они просто холодные соответственно в руках и даже в ногах плохая циркуляция крови потому что туда не доходит нужное количество крови и кислорода вот у вас жизнь не должны быть холодные руки то есть у вас должны быть ноги теплые чаще всего да в сутки большая часть времени и руки теплые даже если вот в этом помещении например не так уж и тепло да но у меня все равно руки теплые и получается что метод вимахов стал таким популярным за счет чего потому что его может подышать каждый человек и и эту практику можно делать каждый день то есть каждое утро там в течение там двух недель ты дышишь там 30 дыханий в минуту потом выдох и задержка потом опять 30 дыханий минут выдох и задержка у тебя смещается сознание у тебя меняется химия в организме тебе становится легче у тебя голова очищается и и конечно же тебе требуется не так много времени для того чтобы изменить свое состояние сознания я бы сказал что метод вимахов подходит практически для всех людей любого возраста и его делать относительно безопасно то есть там единственное что не нужно его делать за рулем потому что ну ты можешь реально отключиться или там потемнеет в глазах но с тобой вообще ничего не произойдет и так же его нельзя делать в ванной потому что у тебя может быть ты можешь просто тоже отключиться и нырнуть под воду а так во всех остальных случаях вот эти практики можно делать если мы берем энергодыхание то сеанс в энергодыхании минимальный это активная фаза в ритме дыхания от 45 и выше до там 150 минимальное время активной фазы идет 10 минут то есть за 10 минут происходит уже такие глубокие сдвиги такое серьезное ощутимое изменение химии в теле также организм тела защелачивается и там уже начинает гормональная система отрабатывает происходит выброс сначала адреналина и кортизола в гормональной системе в кровь а потом когда активная фаза заканчивается то мы не делаем задержек специально там на выдохе на вдохе мы просто дышим медленно очень очень медленно и очень долго и в этот момент гормональная система выбрасывает замещающие гормоны это серотонин дофамин норадреналин и окситоцин то есть четыре гормоны счастья до или радости гормональная система выбрасывает после активной фазы в организм и поэтому ты после вот этой вот продышки чувствуешь себя просто на седьмом небе от счастья и тебе очень хорошо при помощи энергодыхания мы заходим гораздо более глубокие слои психики и и мы можем найти как вот аквалангисты то есть мы можем погружаться очень глубоко там на два километра на три километра там в подсознание метод вимхофф если мы возьмем то эта поверхность это там 20 метров погружения всего лишь и все и вот именно в этом разница что вы если будете дышать там три цикла по 30 дыханий потом задержками вы не погрузитесь так глубоко как вы будете погружаться при помощи техник энергодыхания или холотропного дыхания до или ребёрфинга потому что стандартный сеанс профессиональный энергодыхание это где-то час полтора и он разбит на фазы но если мы берем вимахоффа то у него есть активная фаза это 30 дыханий и потом выдох и задержка это на мой язык это окно до пауза потом опять активная фаза потом выдох и задержка это опять пауза это окно да и соответственно за счет изменения вот этих вот ритмов дыхания дыши не дыши у тебя происходит эффект вся задача практик дыхания это изменить химию в организме потому что мы не можем вот так вот взять по щелчку и поменять химию максимум что мы можем изменить это разозлиться кричать начать начать бегать тогда будет меняться химия но если мы изменим дыхание мы можем просто в обычном положении ничего не делая в комфортном положении начать дышать как-то иначе по-другому и вы будете менять свое состояние получается что первое через дыхание вы меняете химию дальше вы меняете эмоциональное состояние вас изменяется состояние сознания осознанности изменяется режимы восприятия изменяется режим работы головного мозга и уже за счет этого вам нужно понимать куда вы меняете свое состояние вот это самый важный фактор то есть если я например делаю технику энерго дыхания то я должен ее делать с каким-то намерением с намерением например оздоровление или с намерением таким чтобы у меня там произошла какая-то мне важная встреча или там совершилась какая-то сделка да по бизнесу в любом случае вы должны в практику вкладывать какое-то намерение иначе вы просто будете дышать испытывать кайфушные эффекты как наркоман и впадете в зависимость потому что можно например дышать ради кайфушки да а у нас на занятиях люди дышат ради намерения при использовании таких хороших профессиональных техник энерго дыхания у вас выделяется огромное количество энергии снимаются блоки и блоки трансформируются в чистую жизненную силу и получается что у вас освобождается огромный потенциал но вот этот потенциал нужно очень четко и сконцентрированно направить на намерение для этого нужно правильно формировать намерения и это касается также техник вима хоффа они более лайтовые более простые для более широкого круга людей которые там по всему миру дышат и это относительно безопасно но если мы берем энергодыхание то это метод гораздо мощнее это как сравнивать вима хоффа это велосипед а энергодыхание это машина то есть вот такая вот разница музыка также играет очень большую роль в процессе дыхания почему потому что некоторые люди спрашивали можно ли просто без музыки дышать так вот если вы подышите таким образом очищенным ритме дыхания без музыки то представьте что ваша психика начнет вытеснять какие-то травматичные события вашей жизни не у всех они прям такие прям серьезные глобальные но у многих людей это есть а где-то в подсознании вытесненные какие-то негативные состояния эмоции так далее но если нет музыки и вы дышите без музыки 10 минут потом 20 минут то получается что внимание не не на что катализировать некуда катализировать эти эмоции музыка в ритме дыхания учащенным она играет очень важную роль катализатор эмоциональных состояний потому что эмоция всплывает ее нужно куда-то вывести и когда вы слышите музыку она имеет какие-то эмоциональные компоненты окраски то вот эта эмоция она начинает трансформироваться и выводиться на музыкальные там ритм или на музыкальный фон или на какой-то вокал проработка происходит гораздо глубже эффективнее качественнее и после такой техники дыхания вы уже легко проходите любую там травму там детства травму там бросил там любовь первая еще какие-то травмы вы разряжаете легко обиду на какого-то там человека или на родителей потому что вы через музыку трансформируйте вот эти эмоциональные состояния у вима хоффа нету музыкального сопровождения и вы можете даже такую тему сделать если вы там любитель вот этого метода его то вы можете просто поставить музыку на фоне и дышать по виму хоффу с музыкой попробуйте это сделать и вы почувствуете разницу потому что в любом случае при использовании техник дыхания у вас получается поднимаются какие-то эмоции эмоциональное состояние без этого ну никак ну это просто не неотъемлемая часть техники процесса поэтому если сравнивать вот эти два метода то подведем резюме у вима хоффа 30 циклов в минуту таким вот образом дышать 30 раз это очень короткая фаза потом выдох и задержка и там порядка трех-четырех минут ты не дышишь происходит ощелачивание в организме потом ты еще раз 30 30 дыхание минуту до 30 циклов но я просто примерно говорю 30 дыхание минут там плюс-минус пять они не не сильно быстро и потом опять ты делаешь паузу на выдохе получается что за 10 минут у вас может быть порядка там 3-4 активный фаз дыхание это не глубокое погружение ты можешь дышать с открытыми глазами ты можешь быть в сознании ты можешь о чем-то думать если мы берем техники энергодыхания то тебе нужно как минимум час для того чтобы глубоко погрузиться в те состояния в которые ты просто так не достанешь то есть там мы дышим от 10 минут и далее и таким образом еще мы можем дышать несколько таких фаз то есть погружение как представим аквалангиста гораздо глубже там до самого дна мы погружаемся на энерго дыхание поэтому здесь можно не сравнивать эти методы и там и там техника дыхания да но эти методы различаются так же как и энергодыхание отличается от холотропного дыхания да по своей идеологии холотропка она рассчитана на то чтобы погрузиться именно в перинатальный период и все кто уже проработал родовую травму прошел перинатальный период 4 матрицы тот уже при холотропном дыхании уходит еще глубже туда уже вообще в прошлые жизни да то есть их еще называют холонавты я вообще рекомендую если вы уже занимаетесь этими практиками то конечно же работайте именно с намерением можно с прошлыми жизнями работать но это можно сделать и через регрессивный гипноз и через холотропку через какие-то другие методы но мы живем в этой жизни понимаете и в этой жизни нужно уметь в моменте создавать то что тебе нужно то есть именно в этой жизни нужно уметь управлять реальностью по-другому никак и чтобы мне в этой жизни управлять этой реальностью событиями мне нужна энергия жизненная сила то есть если у меня нету энергии топлива потенциала то я не смогу это сделать то есть я буду много 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 хотеть всего и у меня на все мои хотелки не хватит просто энергии вот этого самого потенциала поэтому я рассматриваю техники энергодыхания и да да и другие практики эзотерические там или буддистки с точки зрения получения и освоения нового потенциала раскрытия открытия потенциала высвобождение энергии освобождение внимания да например от того что там его окружающий мир забирает и направление вот этой энергии вот этого потенциала в нужное мне русло то есть получается что мы при помощи различных техник методов убираем лишний хлам из нашей жизни и остается самое главное и остается максимальный фокус концентрация и вот именно это позволяет создавать тебе нужные события изменять реальность там творить не знаю придумать что-то новое то есть поле для творчества расширяется когда у тебя есть потенциал когда у тебя руки развязаны и вот в техниках дыхания это самый такой ключевой момент поэтому можно дышать с намерением избавиться от зависти с намерением избавиться от обиды с намерением избавиться там от какой-то какого-то депрессивного состояния потому что все это мешает продвигаться и жить просто это мешает поэтому нужно убирать то что мешает и вот много разных методов они все хорошие вот это самый главный момент который нужно помнить мы можем взять простой метод мы можем взять мощный метод который прямо очень сильный будет но обязательно все эти практики нужно делать с намерением даже вы можете ходить вокруг столба 30 раз или вокруг там дома 30 раз казалось бы абсурдное действие но если вы будете ходить с намерением то она у вас может начать реализоваться это тоже практика поэтому суть этого видео такова что если вы поклонник фанат Вима Хоффа то вы можете делать его практики делайте с намерением можете включить музыку и делайте его техники под музыку но вы будете плавать на поверхности понимаете на поверхности своей психики подышал подпитался встал побежал но если вы хотите больше вы хотите погрузиться в глубины своей психики более сильно серьезно контактировать со своим подсознанием то это энергодыхание потому что это более безопасно чем холотроп хотя у меня есть и курс холотропного дыхания но и он тоже сделан достаточно безопасно вот в принципе у меня все рекомендую всем кто даже в первый раз смотрит это видео попробовать и Вима Хоффа и энергодыхание и холотропное дыхание у вас должна быть сравнительная база обязательно то есть если вы в какую-то технику уперлись там или там метод бутейка вы уперлись ну попробуйте еще какие-то методы сравните их почувствуйте эффект в чем разница потому что нету одного какого-то супер метода для всех вообще это нереально то есть в любом случае вы будете собирать для себя свою мозаику из практик из медитации которые конкретно вам подходят так же как у меня техник очень много вот каждая техника она должна быть с намерением то есть вы должны каждую технику дышать или там медитировать с конкретным намерением тогда будет смысл тогда энергия которая высвобождается через практику через дыхание сконцентрируется и пойдет на ваше намерение и обязательно оно должно быть положительным позитивным и в намерение вкладывайте при реализации вашего намерения в окружающем мире будет хорошо всем людям будет хорошо которые вас знают которые вас не знают то есть когда ваша хотелка реализуется что хорошего будет окружающему миру от реализации вашей хотелки вашего намерения это тоже важное условие иначе мир будет вас блокировать ну что друзья у меня все такая вот тема видео ставьте лайк колокольчик жмите и подписывайтесь на канал увидимся уже в следующих видео пока 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 не